Добрый день дорогие мои друзья! Сегодня по вашим просьбам я хочу рассказать о том, как шить школьное платьице для девочки. Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. Посмотрите пожалуйста, мы недавно разобрали, как строить школьную форму, а именно жилет для мальчика, почему мальчика с животиком. Сегодня мы посмотрим, как построить выкройку вот такого вот, например, платьица. Будем считать это базовой основой. Рукавчики вы можете сделать покороче, подлиннее, как вам угодно. Поменять им немножко форму, сделать съемный воротничок я предлагаю. Еще я предлагаю, ну как бы универсальное вот такое решение. Платьица с юбочкой внизу пошире, чтобы ребятишкам было удобно. Я делала всегда складочку, я делала такое платьице школьная форма себе. Правда мы носили фартуки, вот здесь это все фарточком прикрывалось, но оно было удобно. Я делала такие школьные платьицы своей дочке, поэтому, ну вот какой опыт есть, таким опытом с вами я и делюсь. Поэтому, пожалуйста, хотите прислушивайтесь, хотите нет, но вот что есть, то есть. Вне моды. Вне моды. А детали, они уже могут отражать сегодняшний день. Так вот, что я хотела бы еще сказать. Смотрите, не очень обычно. Впереди шов, а в него не застежечка оформлена на пуговочке, потому что тогда нужен подбортик или врезная вот такая вот планка, чтобы была застежка пола, потому что вот в этом месте узел будет проблемный. Юбочка, отрезная, с удлиненной талией в складочку, бросит, она очень будет объемная вот в этом шве. Шовчик должен направляться наверх. А здесь у нас подборт. И получается вот на этом месте 4 слоя ткани, да еще дублерин, да еще юбочка в складочку. Это же будет тоже какой толстый узел. И поэтому я предлагаю решить задачу проще. Просто сделайте здесь шов. Сейчас прекрасные есть змейки, молнии потайные, да? Купите потайную молнию, ставьте ее аккуратненько, у вас ее будет не видно. А здесь вы можете бантики, такие интересные решения какие-то делать. Всякие разные воротнички сюда пришивать, съемные воротнички. Это отдельная тема нашего разговора. Поэтому вот такое предлагаю вам решение. Спинку не резать вообще. Никакого приталивания делать не надо. Не надо делать очень узких, каких-то по фигурке вот этих платьишек. Потому что им жить в них целый день получается очень долго, тяжело. Тем более маленьким ребятишкам. Поэтому я предлагаю достаточно большие прибавки. Вот мерочки, которые предоставила любезно член нашего клуба бесплатного в Телеграм. Вот такие вот у нас мерочки. У нее дочка, видимо, первоклассница или внучка. Я о подробности не знаю, очень много там людей, да? И опираясь вот на эти мерочки, мы с вами сейчас построим вот такую базовую конструкцию. Ну и по ходу дела разберем разные особенности, тоже по вашим просьбам. Если у нас баланс, вот в данном случае у нас баланс один сантиметр. То есть ребеночек нормальный, да? А если баланс будет 3 сантиметра, 4 сантиметра, когда у нас животик может быть часто у девочки впереди, перегибистая вот такая фигурка, что характерно для маленьких, как с этим поступать? Если сутылой фигурки, наоборот, работать легче. Платьица мы будем строить без нагрудных выточек, вообще без выточек. Ну и посмотрим, что из этого получится. Итак, школьная форма, начнем. Кладем перед собой наше техническое задание и рисуем, делаем разметочку. Прежде всего я выбираю точку N и в левом нижнем углу рисую прямой уголочек с вершиной в точке N. Раз, это линия низа. Это линия середины переда. Затем мне нужно откровить ширину нашего изделия. Смотрим на грудь 32, прибавка по груди 5 сантиметров, 37. По талии, смотрим на бедра 34, прибавка 5, 39. Значит, берем 39, прибавки выбираем. Из таблицы женских размеров достаточно большие, прямой, свободный силуэт. 39. Один раз, 39. Отложили второй раз. И проведем линию середины спинки. Теперь от линии низа вверх откладываем линию талии. Длина изделия 37 сантиметров. 37 сантиметров и сразу вниз бедра. Значит, это первоклашка. Бедра давайте сделаем где-то 13 сантиметров. Может быть, я не знаю ее рост. 37. Ну, они не имеют большого, надо сказать, значения. И 13. В прямом свободном силуэте. Раз уж мы с ними работаем, пусть они у нас будут. Так вы получили талию. От талии вверх мы откладываем длину переда до талии. ДТП у нас 36. 36 сантиметров. Так, входим в экран, входим. Вниз откладываем. 32 размер у нас 7. Ну, давайте пока 6,5 возьмем. Потому что уменьшаем немножко наши константы из-за того, что размер маленький. И вырез. И до груди у нас высота груди 19. Поставили меточку. Значит, 19. Рисуем. Это линия груди. Работаем дальше. Оформляем горловинку. По линии плечей мы откладываем у обычных размеров 7 сантиметров. Сейчас мы отложим с вами, давайте, 6 сантиметров. Можно 6,5 отложить. Потому что горловинки маленькие тоже неудобно. А когда будете выкраивать из ткани, можете здесь сантиметрик прибавить. И получится то, что надо. Расстояние между центрами у нас 7,5. Ширина груди 2 сантиметра у нас 12, посмотрите. А ширина спинки у нас 14. Давайте ширину груди возьмем 13. То есть я прибавляю 1 сантиметр и вот здесь я возьму 13. Чуть побольше сделаю для страховочки. Ширину спинки мне хочется тоже сделать 13. Потому что 14 явно... Но с другой стороны я боюсь сделать спинку узкой. Хорошо, пусть здесь остается 14. Посмотрим, что из этого получится. В любом случае нам надо нарисовать красивую пройму. Итак, шага 2, 13 я прибавила. Мы оказались вот здесь. А ширина спины 14. И мы оказались вот здесь. Делим этот участок пополам. 12 пополам 6. Это у нас получается боковой шов. Откладываем. Вот так. И рисуем боковой шов. Затем смотрим на спинку. Так. Смотрим на плечико. Плечико у нас 9 сантиметров. Дуга 9 сантиметров. Так. И высота плеча косая 17. Так. Вот наша получилась точка P1. Оставим. Проверим ее. По косой передняя мерочка измерена 35. А у нас 36. Значит, мы можем спокойно пол сантиметра ее опустить, если у нас будет просить спинка. Теперь строим спинку. Спинка у нас DTS 35. Значит, вот сюда откладываем 35. Так. И вниз 2 сантиметра. Нам немножко не хватает. Сейчас мы подрисуем. Ширина горловинки. Здесь мы с вами взяли 6 с половинкой. Ну и на спинке возьмем, конечно же, 6 с половинкой. И вот эту точку соединяем. Вот так. Теперь строим плечико. Плечико у нас 9. Вот так 9. Так. Теперь выточка плечевая. Я считаю, ее нужно делать. Хотя многие ее избегают. Я бы все равно сантиметра полтора сделала. И капельку совсем на посадку. Ну там, скажем, 5 миллиметров. Да. То есть вот у меня получился радиус. И касая у нас, высота плеча касая спинки тоже 35. 35 кладем сюда. И получаем. Вот это у нас точка P2. И мы видим, что точка P1 явно находится выше, чем точка P2. Что для нас абсолютно недопустимо. Значит, потому что самое главное, это нарисовать красивую пройму. Но точку P1 у нас опускает только раствор на грудной вытачке, которого здесь у нас нет. Что же нам делать? Будем их балансировать. Во-первых, мы вспомним про то, что вот здесь у нас есть целый сантиметр в запасе. Да? То есть мы можем на сантиметры ниже опустить. Но я бы опустила всего на полсантиметра. Почему? Потому что в этом месте все равно должно быть движение, должна быть свобода. А теперь посмотрите. Я бы вот эту точку подняла на сантиметр. Так? Балансируйте точки. А вот эту еще можно опустить. Как бы появляется некоторая посадка, некоторая слабина на этот же сантиметр. Но я боюсь это делать, потому что у меня вот здесь может получиться некрасивый угол. Поэтому подняла вот здесь на сантиметр и никак его не компенсирую. Оставляю это вот в таком виде. Просто, произвольно, как бы на свободу облегания добавила сюда один сантиметр для того, чтобы уравнять эти точки. Вот сейчас они у меня практически на одном уровне оказались. Видите как? Практически на одном уровне. А мне еще надо бы сантиметры полтора. Значит, будем какие-то действия выполнять для этого. Пока договоримся, что вот так оставляем. Ну и строим нашу выточку. Выточка у нас здесь полтора сантиметра. Так ее рисуем. Тут уже не два сантиметра безымянная точка. Может быть капельку поменьше. Вот так. Вот так. И вот так. Если вы оставите эту выточку, спинка все равно у вас будет лежать лучше. Ограничение проймы со стороны полочки. Ограничение проймы со стороны спинки. И мы вспоминаем, что у нас вот эта точка все-таки высоковата. Нам бы хотелось ее опустить ниже. Или, как вы помните, мы просто можем поднять нашу боковой шов переда, скажем, на полтора сантиметра. И тогда вертикальный диаметр проймы со стороны спинки, вот эта линия, видите какая, как я ее кладу. У нас, допустим, 15 с половинкой получится. А вертикальный диаметр проймы со стороны полочки у нас получится 14. Вот и полтора сантиметра у меня будет разница. Но к вертикальному диаметру мы тоже еще не подошли. Давайте посмотрим, какой силуэт у нас рисуется. У нас рисуется сейчас прямой силуэт. Какая прибавка по бедрам? Проверим. 39. А какая прибавка по груди? Вернее, ширина сетки тоже 39. А нам надо 32 плюс 5, 37. Значит, 2 сантиметра у нас лишних. Поэтому по линии груди один сантиметр сюда, другой сантиметр сюда убираем. И оформляем наше изделие окончательно, а бедра не меняем, потому что прибавка по ним у нас хорошая. Значит, вот таким цветом мы сейчас нарисуем окончательный вариант. Это у нас спинка. А вот так это у нас полочка. Это у нас вот такая полочка, то есть чуть-чуть расклешенная. Когда у нас получается силуэт немножко расклешенный, и вот это наложение ткани друг на друга, как бы мы помечаем это обычно вот таким образом, то сама форма изделия кажется прямой. Теперь давайте посчитаем, где же у нас уровень проймы. Это самое сложное, но тем не менее мы все равно попробуем сейчас с вами это сделать. Прямо здесь рисуем. Значит, у нас рукавчик обхват плеча 20, значит, и прибавка к обхвату плеча 5-6 сантиметров. Возьмем 6. Значит, ширина рукава у нас будет 26-26. Помните первое, второе, третье, как мы рассчитываем для вточного рукавчика? Значит, высота охвата рукава у нас будет 26 разделить на 2, получится 13. А вертикальный диаметр проймы нам нужен 13 плюс 2, получится 15. 15. А что мы тут имеем? Значит, 15. Чтобы 15 получить, вот напоминаю опять же историю, да, вот такой у нас главный. Вот это у нас 15. Значит, вертикальный диаметр проймы со стороны спинки будет 15 плюс, ну давайте 0,7 сделаем. Получится 15,7. А вертикальный диаметр со стороны полочки, соответственно, 15 минус 0,7. Это получится 14,3. Вот это сюда, а это сюда у нас идет. Значит, смотрим на спинку. 15,7. 15,7. Ага, смотрите-ка, мы даже попадаем ниже уровня груди. Ну и хорошо, потому что мы не можем оставлять очень узенькую пройму. А вот, а вот теперь посмотрим, что здесь у нас получилось. А здесь нам нужно 14,3. 14,3 это вот здесь. Вот посмотрите, куда мы попали. Вот это у нас 14,3. Не буду засорять чертеж. Значит, нижний уровень проймы со стороны спинки, вот он. А со стороны полочки, вот он. Все. Строим пройму. Так. Тут у меня агрегаты не дают мне нормально построиться. Ага, видите, вот спинка сама просится пошире. И не сопротивляйтесь ей. Я ведь ее сделала поуже, кажется. Нет, то широкое оставила. 14. Да? Еще раз проверимся. Есть сомнения, надо провериться. Да, 14. У меня нарисовалась 14,5. Ну и пусть. Примерка покажет. А теперь здесь вырисовываем проймочку. Вот. Вот такая вот у нас красивая пройма. Если мы это соединим, у нас станет все, что нам нужно. Дальше внимание. Обращаем на то, что мы боковой шов полочки сделали длиннее. Значит, его нужно компенсировать на сколько. Вот это расстояние я измеряю. Это расстояние у меня 1 см. Значит, я должна на 1 см поднять боковой шов полочки и оформить его вот так. На один же сантиметр я должна поднять боковой шов талии и оформить линию талии вот так. Собственно говоря. Ну вот. И наша конструкция, собственно говоря, готова. Что нам здесь еще очень важно? Нам здесь очень важно определить уровень вот этих складок. Значит, что мне хочется сказать, глядя на то, что у нас сейчас с вами получилось. Посмотрите сюда. Вот это наше техническое задание. Да? Нам сказали, что длина изделия у нас 37. Вот мы 37 отложили. Длина полочки до талии 36. Мы 36 отложили. Но мы нарисовали широкое платьице и короткое по пропорциям. А сейчас у нас получилось платьице узкое и длинное. Вот на мое субгубое мнение, да? Я не знаю, конечно, какой рост у ребеночка. Но если здесь 36, я бы юбку сделала. Вот как минимум вот такую. Вот такую бы сделала юбку. Я не видела человека. Мне трудно судить. Да? Но по моему убеждению, когда девочки наши наряжаются в длинные платьица, они становятся похожи на старушек и на монашек. Извините, конечно, за такое сравнение. Вот я бы оставила длину изделия 27 сантиметров. 27 мне хочется сделать. Вот. И заменила бы часть вот эти вот 27. Давайте мы так прямо прорисуем. Так. Это мое, так сказать, мнение. Может быть, я не права, потому что ребеночка я не вижу. Но по моему разумению, я бы сделала вот такую длину, даже не видя человека, просто опираясь на пропорции. И вот эту часть я бы сделала в складочку. То есть, как бы до линии бедер. Хотя у меня, может быть, немножко там и пониже. Но это не важно. Давайте еще вот прикинем, в соответствии вот с этим, как определить пропорцию. Смотрите как. Как выбрать величину вот этих складок, если вам нравится вот такой рисунок. Смотрите. Получится 4. Значит, если вот эту всю длину разделить на 4 части, мы узнаем длину одной части. Давайте посмотрим, что у нас рисуется. Все вот эту вот длину, она у меня 63 сантиметра. Ну, пусть 64, да? Разделим на 3. 64 разделить на 3 получится... 63, 62, наверное, нам. Ну, ничего не делится на 3. А 63 делится на 3. Получится 21 сантиметр. Вот так. 63 у нас здесь есть. 21, 21 сантиметр. Посмотрим, что где здесь 21 сантиметр. 21 сантиметр у нас вот так. То есть, действительно, у нас получилось изделие. Юбочка в складочку. Хочет быть, ну, что-то неправильное. Не на 3 части надо делить, а на 4 части. Вот почему 64 надо разделить на 4. Видите, я тороплюсь и ошиблась. 64 надо разделить на 4. 24 на 4 получится 8. Вот так вот. 18. 18 сантиметров у меня длина. Вот это вот, похоже, вот это мне нравится. Значит, и так, что бы сделал ваш покорный слуга, если бы это была моя девочка, и был бы мой заказ. Я бы длину оставила вот такую. У вас ведь всегда есть возможность подстраховаться. И вот такую. Вот эта часть, это все будут складочки. Вот здесь будут складочки у нас, да? Мы сейчас по ним поддельно поговорим. А вот эта часть, и вот так мы рассчитали. То есть, это взяли за единичку. Вверху у нас примерно 3 единички таких, да? Итого 4 части. Всю длину померили, разделили на 4,18 сантиметров. Еще раз. Все. Вот так вот мы определили. Ну и осталось нам сейчас, на что обратить внимание. Если вы делаете отрезную талию, если у вас тут оборка, кружочек, солнце, полусолнце, складки, что угодно может быть, то вы же не можете вот эту часть сделать какой-то овальной. Поэтому вы вот этот сантиметр, который здесь есть, вот отсюда убираете. Вот отсюда убираете. И у вас получается вот такая вот история для полочки. Давайте синим карандашиком это сделаем. Значит, вот это у нас для лифа. Вот так, да? А вот эта часть у нас остается для спинки. Все. Вот теперь мы видим четко передняя половинка и задняя половинка нашего изделия. Нам осталось построить рукавчик и отдельно вот эту юбочку.